Жил-был мальчик по имени Петя Зубов. Учился он в третьем классе четырнадцатой школы и всё время отставал. И по русскому письменному, и по арифметике, и даже по пению. «Успею», — говорил он в конце первой четверти, — «во второй вас всех догоню». А приходила вторая, он надеялся на третью. Так он опаздывал, да отставал. Отставал, да опаздывал. И не тужил. «Всё, успею, да успею». И вот однажды пришёл Петя Зубов в школу, как всегда с опозданием. Вбежал в раздевалку, шлёпнул портфелем по загородке и крикнул. «Тётя Наташа, возьмите моё пальтишко!» А тётя Наташа спрашивает, откуда-то из-за вешалок. «Кто меня зовёт?» «Это я, Петя Зубов», — отвечает мальчик. «А почему у тебя голос такой хриплый?» — спрашивает тётя Наташа. «А я и сам удивляюсь», — отвечает Петя. «Вдруг охрип?» «Ни с того, ни с сего». Вышла тётя Наташа из-за вешалок. Взглянула на Петю, да как вскрикнет. «Ой!» Петя Зубов тоже испугался и спрашивает. «Тётя Наташа, что с вами?» «Да как что?» — отвечает тётя Наташа. «Вы говорили, что вы Петя Зубов, а на самом деле вы должно быть его дедушка». «Какой же я дедушка?» — спрашивает мальчик. «Я Петя, ученик третьего класса». «Да вы посмотрите в зеркало», — говорит тётя Наташа. Взглянул мальчик в зеркало и чуть не упал. Увидел Петя Зубов, что превратился он в высокого, худого, бледного старика. Выросли у него борода, усы, морщины покрыли сеткой лицо. Смотрел на себя, Петя смотрел, и затряслась его седая борода. Крикнул он басом «Мама!» И выбежал прочь из школы. Бежит он и думает. «Ну уж, если и мама меня не узнает, тогда всё пропало». Прибежал Петя домой и позвонил три раза. Мама открыла ему дверь. Смотрит на Петю и молчит. И Петя молчит тоже. Стоит, выставив свою седую бороду, и чуть не плачет. «Вам кого, дедушка?» Спросила мама наконец. «Ты меня не узнаёшь», — прошептал Петя. «Простите, нет», — ответила мама. Обернулся бедный Петя и пошёл, куда глаза глядят. Идёт он и думает. «Какой я одинокий, несчастный старик. Ни мамы, ни детей, ни внуков, ни друзей. И главное, ничему не успел научиться. Настоящие старики те или доктора, или мастера, или академики, или учителя. А кому я нужен, когда я всего только ученик третьего класса? Мне даже и пенсии не дадут, ведь я всего только три года работал. Да и как работал? На двойке, да на тройке. Что же со мной будет? Бедный я старик. Несчастный я мальчик. Чем же всё это кончится?» Так Петя думал и шагал, шагал и думал, и сам не заметил, как вышел за город и попал в лес. И шёл он по лесу, пока не стемнело. «Хорошо бы отдохнуть», — подумал Петя. И вдруг увидел, что в стороне за ёлками белеет какой-то домик. Вошёл Петя в домик. Хозяев нет. Стоит посреди комнаты стол. Над ним висит керосиновая лампа. Вокруг стола четыре табуретки. Ходики тикают на стене. А в углу, горую, навалено сено. Лёг Петя в сено. Зарылся в него поглубже. Согрелся, поплакал тихонько. Утёс слёзы бородой и уснул. Просыпается Петя. В комнате светло. Керосиновая лампа горит под стеклом. И вокруг стола сидят ребята. Два мальчика и две девочки. Большие окованные меди счёты лежат перед ними. Ребята считают и бормочут. Два года, да ещё пять, да ещё семь, да ещё три. Это вам, Сергей Владимирович. А это ваши, Ольга Капитоновна. А это вам, Марфа Васильевна. А это ваши, Пантелея Захарович. Что это за ребята? Почему они такие хмурые? Почему кряхтят они и охают, и вздыхают, как настоящие старики? Почему называют друг друга по имени-отчеству? Зачем собрались они ночью здесь, в одинокой лесной избушке? Замер Петя Зубов, не дышит, ловит каждое слово. И страшно ему стало от того, что услышал он. Не мальчики и девочки, а злые волшебники и злые волшебницы сидели за столом. Вот ведь, как оказывается устроено на свете, человек, который понапрасну теряет время, сам не замечает, как стареет. И злые волшебники разведали об этом и давали ловить ребят, теряющих время понапрасну. И вот поймали волшебники Петю Зубова и еще одного мальчика, и еще двух девочек, и превратили их в стариков. Состарились бедные дети, а сами этого не заметили. Ведь человек, напрасно теряющий время, не замечает, как стареет. А время, потерянное ребятами, забрали волшебники себе. И стали волшебники малыми ребятами, а ребята старыми стариками. Как быть? Что делать? Да неужели же не вернуть ребятам потерянной молодости? Подсчитали волшебники время, хотели уже спрятать счеты в стол. Но Сергей Владимирович, главный из них, не позволил. Взял он счеты и подошел к ходикам. Покрутил стрелки, подергал гири, послушал, как тикает маятник. И опять защелкал на счетах. Считал, считал он, шептал, шептал, пока не показали ходики полночь. Тогда смешал Сергей Владимирович костяшки и еще раз проверил, столько получилось у него. Потом подозвал он себе волшебников и заговорил негромко. Господа волшебники, знайте, ребята, которых мы превратили сегодня в стариков, еще могут помолодеть. «Как?» – скрикнули волшебники. «Сейчас скажу», – ответил Сергей Владимирович. Он вышел на цыпочках из домика, обошел его кругом, вернулся, запер дверь на задвижку и поворошил сено палкой. Петя Зубов замер, как мышка. Но керосиновая лампа светила тускло, и злой волшебник не увидел Петю. Подозвал он остальных волшебников к себе поближе и заговорил негромко. «К сожалению, так устроено на свете. От любого несчастья может спастись человек, если ребята, которых мы превратили в стариков, разыщут завтра друг друга, придут ровно в 12 часов ночи сюда и нам, и повернут стрелку ходиков на 77 кругов обратно». «Но то дети снова станут детьми, а мы погибнем». Помолчали волшебники. Потом Ольга Капитоновна сказала, «Откуда им все это узнать?» А Пантелей Захарович проворчал, «Не придут они сюда в 12 часов ночи, хоть на минуту, да опоздают». А Марфа Васильевна пробормотала, «Да куда им, да где им? Эти лентяи до 77 и сосчитать не сумеют, сразу собьются». «Так он, а так», — ответил Сергей Владимирович, «а все-таки пока что держите ухо востро. Если доберутся ребята до ходиков, тронут стрелки, нам тогда с места не сдвинуться. Ну а пока время не терять, идем на работу». И волшебники, спрятав счеты в стол, побежали, как дети, но при этом кряхтели, охали и вздыхали, как настоящие старики. Дождался Петя зубов, пока затихли в лесу шаги, выбрался из домика и, не теряя напрасно времени, пряча за деревьями и кустами, побежал, помчался в город искать стариков-школьников. Город еще не проснулся. Темно было в окнах, пусто на улицах. Только милиционеры стояли на постах. Ну вот, разбережил рассвет, зазвенели первые трамваи. И увидел наконец Петя зубов. Идет, не спеша, по улице старушка с большой корзинкой. Подбежал к ней Петя зубов и спрашивает. «Скажите, пожалуйста, бабушка, у нее школьница?» А старушка так застучит ногами, да так замахнется на Петю корзинкой. Еле Петя ноги унес. Отдышался он немного, дальше пошел. А город уже совсем проснулся. Летят трамваи, спешат на работы люди, крохочут грузовики. Скорее, скорее, надо сдать грузы в магазины, на заводы, на железную дорогу. Дворники счищают снег, посыпают панель песком, чтобы пешеходы не скользили, не падали, не теряли времени даром. Сколько раз видел он все это и только теперь понял, почему так боятся люди не успеть, опоздать, отстать. Оглядывается Петя, ищет стариков, ни одного подходящего не находит. Бегут по улицам старики, но сразу видно, настоящие, не третиклассники. Вот старик с портфелем, наверное, учитель. Вот старик с ведром и кистью. Это маляр. Вот мчится красная пожарная машина, а в машине старик, начальник пожарной охраны города. И это, конечно, никогда в жизни не терял времени понапрасну. Ходит Петя, бродит, а молодых стариков, старых детей нет, как нет. Жизнь кругом так и кипит. Один он, Петя, отстал, опоздал, не успел, ни на что не годен, никому не нужен. Ровно в полдень зашел Петя в маленький скверик и сел на скамеечку отдохнуть. И вдруг вскочил. Увидел он, сидит недалеко на другой скамеечке старушка и плачет. Хотел подбежать к ней Петя, но не посмел. Подожду, сказал он сам себе. Посмотрю, что она дальше будет делать. А старушка перестала плакать, сидит, ногами болтает. Потом достала из кармана одного газету, а из другого кусок ситного с изюмом. Развернула старушка газету. Петя ахнул от радости. Пионерская правда. И принялась старушка читать и есть. Изюм выковыривает, а самый ситный не трогает. Кончила старушка читать. Спрятала газету и ситный. И вдруг что-то увидела в снегу. Наклонилась она и схватила мячик. Наверное, кто-нибудь из детей, игравших в сквере, потерял этот мячик в снегу. Оглядела старушка мячик со всех сторон. Актерла его, старатя на платочком встала, подошла не спеша к дереву и дава играть в трешки. Бросился к ней Петя через снег, через кусты. Бежит и кричит. Бабушка, честное слово, вы школьница. Старушка подпрыгнула от радости, схватила Петю за руки и отвечает. Верно, верно, я ученица третьего класса, Маруся Поспелого. А вы кто такой? Рассказал Петя Маруся, кто он такой. Взялись они за руки, побежали искать остальных товарищей. Искали час, другой, третий. Наконец, зашли во второй двор огромного дома. И видят. За дровянным сараем прыгает старушка. Нарисовала мелом на асфальте классы и скачет на одной ножке, гоняет камешек. Бросились Петя и Маруся к ней. Бабушка, вы школьница? Школьница, отвечает старушка. Ученица третьего класса, Наденька Соколова. А вы кто такие? Рассказали ей Петя и Маруся, кто они такие. Взялись все трое за руки, побежали искать последнего своего товарища. Но он как сквозь землю провалился, куда только не заходили старики. И во дворы, и в сады, и в детские театры, и в детское кино, и в дом занимательной науки. Пропал мальчик, да и только. А время идет, уж стало темнеть. Уже в нижних этажах домов зажегся свет. Кончается день, что делать? Неужели все пропало? Вдруг Маруся закричала. «Смотрите, смотрите!» Посмотрели Петя и Наденька. И вот что видели. Летит трамвай, девятый номер. А на колбасе висит старичок. Шапка лихо надвинута на ухо. Борода развивается по ветру. Едет старик и посвистывает. Товарищи его ищут, с ног сбились, а он катается себе по всему городу и ус не дует. Бросились ребята за трамваем догонку. На их счастье зажегся на перекрестке красный огонь, остановился трамвай. Схватили ребята колбасника за полы, оторвали от колбасы. «Ты школьник?» спрашивают. «А как же?» отвечает он. «Ученик второго класса. Зайцев Вася. А вам чего?» Рассказали ему ребята, кто они такие. Чтобы не терять времени, даром сели они все четверо в трамвай и поехали за город к лесу. Какие-то школьники ехали в этом же трамвае. Встали они, уступают нашим старикам место. «Садитесь, пожалуйста, дедушки, бабушки!» Смутились старики, покраснели и отказались. А школьники, как нарочно, попались вежливые, воспитанные, просят стариков, уговаривают. «Да садитесь же!» «Вы за всю жизнь наработались, устали. Сидите теперь отдыхайте!» Тот, к счастью, подошел в трамвай к лесу. Соскочили наши старики и в чащу бегом. Но тут ждала их новая беда. Заблудились они в лесу. Наступила ночь, темная-темная. Бродят старики по лесу падают, спотыкаются, а дороги не находят. «Ах, время! Время!» говорит Петя. «Бежит оно, бежит!» «Я вчера не заметил дороги обратно к домику, боялся время потерять. А теперь вижу, что иногда лучше потратить немножко времени, чтобы потом его сберечь». Совсем выбились из сил старички. Но на их счастье подул ветер, очистилось небо от туч и засияла на небе полная луна. Влез Петя зубов на березу и видел. Вон он, домик! В двух шагах белеет его стена. Светятся окна среди густых елок. Спустился вниз Петя и шепнул товарищам. «Тише!» «Ни слова!» «За мной!» Подползли ребята по снегу к домику, заглянули осторожно в окно. Ходики показывают без пяти минут двенадцать. Волшебники лежат на сене, берегут украденное время. «Они спят!» «Сказала Маруся!» «Тише!» прошептал Петя. Тихо-тихо открыли ребята дверь и поползли ходиком. Без одной минуты двенадцать встали они у часов. Ровно в полночь протянул Петя руку к стрелкам и раз, два, три закрутил их обратно справа налево. С криком вскочили волшебники, но не могли сдвинуться с места. Стоят и растут, растут. Вот превратились они во взрослых людей. Вот седые волосы заблестели у них на висках. Покрылись моршинками щеки. «Поднимите меня!» закричал Петя. «Я делаюсь маленьким!» «Я не достаю до стрелок!» «Тридцать один, тридцать два, тридцать три!» Подняли товарищи Петю на руки. На сороковом обороте стрелок волшебники стали дряхлыми, сгорбленными старичками. Все ближе пригибало их к земле, все ниже становились они. И вот на семьдесят седьмом и последнем обороте стрелок вскрикнули злые волшебники и пропали, как будто их и не было на свете. Посмотрели ребята друг на друга и засмеялись от радости. Они снова стали детьми. Сбою взяли, чудом вернули они потерянное напрасно время. Они-то спаслись. Но ты помни, человек, который понапрасну теряет время, сам не замечает, как стареет. детьми. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Продолжение следует...